и искусственные люди кто-то пишет в чате эта игра потрясающая будет много игр не волнуйся согласен искусственные люди ну что же узнаем что за искусственные люди как я понимаю последние миссии в основной компания ну в принципе слава богу кстати что миссии короткие основные основная компания здесь проходится за за сколько же полтора часа я бы сказал за полтора часа можно спокойно пройти даже за за два за два ребята ну зависит от длительности матча как там идет мне кажется полтора-два часа в среднем можно пройти всю компанию в котором в которой смысла ноль вот просто открезанное подкрепление мс на фронтире все больше зависит от автоматизированный пик вот теперь силы с предстоит защитить свои фабрики по репликации роботов силы ополчения использует сторонние удаленные терминалов попытки уничтожить линии производства вся и близко постоянное подключение и мы сможем задействовать как только мы получим полный контроль все спектры со сборочного конвейера активируется и террориста будет это миссия по захвату пунктов нам нужно активировать готовым сектором но террористы сломали нашу плавную систему захватите терминалы ну вот кто-то заварил эта карта мне нравится проверить свой дисплей пилот ты рядом с бунтом браво оболчение оболчение 4 оповещались можно без опасности как тут мне кстати в как-то попасть я активирую всех вражеских спектров вблизи терминала черт возьми я первый замахнулся да да выбраться оба карта пилот титан будет готов через две минуты пойдем по бокам из сериалов я кстати сейчас смотрю американская история ужаса второй сезон если кому интересно я смотрел первые и третьи второе как-то я не оценил вначале но потом я сейчас смотрю и нормально как-то раньше я его не недооценивал правда он немножко все таки отличается от первой и третьей что предпринять вам решать ответьте мне на вызов подключаем его перевожу на защищенный канал спины был парень я думаю сбежать смогу пилот ты приближаешься к праву остерегайся противников опорный пункт право под угрозой доверись до него если сможешь я получил доступ нейтрализуем всех вражеских спектров в зоне но хилген убил один из наших отрядов захватил пункт чарли ты рядом с пунктом альпа проверь свой дисплей мы потеряли браво система управления спектрами 50% что это за ой е я активирую всех вражеских спектров среди терминала я даже кататься на тебя на ухо чарли подверстие атаке внимание ваш новый титан будет готов через две минуты пункт чарли потерян всем отрядам немедленно вернуть контроль над чарли попробую сейчас мы установили контроль над пунктом альпа я стал стрелять по титану это очень плохая идея максимум уровень 50 по моему мы теряем я получил доступ нейтрализуем всех вражеских спектров в зоне ну сразу чарли сразу понятно по тому как он стреляет мы потеряли пункт альпа у меня нет данных что-нибудь заберите за него тихо манджет 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 бит я был запутен на сцену наверное ничего тебе я хочу прекратить войну да сражайся упорнее можно ты получишь чтобы покончить с этим уничтожь всех что выступает против тебя Один из наших отрядов захватил пункт Чарли Мы потеряли право Внимание, у ополчения сейчас небольшой перевес Однако у нас в базе времени завладеть инициативой Я сейчас вам такую инициативу покажу Отключен, задействуем, ответил на задержание Видит выщета отключено и перезаряжается Пункт нейтрализован, отключаю всех спектров около терминала Велосы приближаются кассе, отсерегайся противников Внимание, система жилья обеспечения на пределе Велосы приближаются кассе, отсерегайся противников Просто прям охот какая-то для Титана Ладно, убираться плохая идея, лучше я пытаюсь с Титана разобраться Бежать не вышло. Канал связи перегружен, очистить зону от врагов, они создают повесить сигналу. Сейчас Глем. Нам не нужно драться друг с другом, мы можем вместе выступить против машины. Тогда как мы выясним кто из нас лучше? Не один человек может быть лучше другого. Не согласен. Ты убьешь меня, значит ты лучше. Я убью тебя, значит я лучше. Очень тупой подход к делу, как по мне. Молодец. Букт Чарли подвергся атаке. Направляйся к нему. Я получил доступ. Нейтрализую всех вражеских текров в зоне. Пилот, ты приближаешься к Чарли. Остерегайся противников. Нейтрализую. Отключаю всех спектров около терминала. Мы захватили опорный пункт Браво. Я контролирую этот сегмент главной системы. Активирую боевые отряды спектров в этой зоне. Ну что, вроде пока держим. Опорный пункт Браво под угрозой. Забери за него, если сможешь. Мы потеряли пункт Браво. Забери за него и подключи меня к системе. Афта «Титан» атакует вражескую пехоту. Внимание! Повреждения... Силотки, задряжайся к карте. Отстерегайся противников. Полный отказ защиты не минуем. Незветные пользователи пытаются активировать все бездействующие... Риск, ты сражаешься вместе с машинами, но у них нет веры. Они не знают, что такое преданность. Они верны лишь своему оператору. Будешь читать не лекцию о верности? Для тебя сменить форму так же легко, как и на скидке. Ну, это куда-нибудь завершено. В конечном итоге мы возьмем верх над безлигкими машинами и людьми, которые потом на тебе сражаются за деньги. Да, я сражусь с тобой даром, Грис. Надеюсь, что мы скоро встретимся. Черт, 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 черт. Меня таки перешагнули. Затоптали. Это о нужном царе, я думаю, она вражески села. Еще не вижу, кто и где находится. Где лизуковые пушки Глем снес. Нас расносят пух и прах. Потеряем этот завод, никому не забровать. Возьмите, ворсовый петал будет готов через 30 секунд. Команда подтверждена. Ожидайте высадки Титана. Вперед, ребята. Глем, Глем не горит. Мы потерпели поражение. Прерываем мисс. Черт, это такое. Пилотом направляйтесь в пункт эвопации. Да, да, бегу туда. Команда подтверждена. Все доступные боевые спектры переведены в режим самоуничтожения. Будьте наготове. Прячемся тут, ребят. Тут нас не найдут. Наверное. Какое-то время. Титана подтверждены в режим самоуничтожения. Выдержим интернет-станцию. Прерываю связь с врагом. Все равно мы ни к чему бы не пришли. Сейчас он сильнее. Да? Возьмите перейти. Все, в самый последний момент. С дуговой пушки. Да, жаль, я не успел на корабль. Так, кто даже пишет. WTF. EWTF, это пушка. Внимание войскам АМС. Это ваш вице-адбирал. Меня зовут Спайглаз. Уничтожение узла-деметра и потеря завода по производству роботов вынудили нас перейти к обороне. И хотя подкрепления из срединных систем не могут сейчас до нас добраться, анализ показывает, что мы еще являемся значимой силой. Наши гарнизоны по-прежнему поддерживают порядок на фронтире. Пока мы ослаблены, мы будем осторожны. Мы адаптируемся, и мы одержим верх. Как я понимаю, это все. Да, видимо, люди уже выходят, как только видят, что, да, они проиграли. Все, все выходят. Кажется, победители все остаются. Ладно, посмотрим на наши результаты и, ну... А, кат-сцена. Поздравляем, пилот, вы завершили кампанию АМС, но в любой истории две страны. Присоединяйтесь к ополчению, принесите фронтиру свободу и завершите свое путешествие. А, то есть здесь кампания за ополчение. Ну, сыграем, почему бы нет, почему бы нет. Понятно теперь, как играл вторая сторона. Финал кампании. Страйдер. Поздравляем, вы открыли страйдеры. Быстроходный боевой комплекс Хаммонд Роботикс. Быстрый и маневренный, но почти не обладает броней. Завершите кампанию другой стороны и откройте последнего Титана. Да, вы меня вдохновили на то, что я завершу кампанию. Ну, не знаю, если с другой стороны сюжет такой же, то не особо захочу играть. Открыли даже новое оружие. Подолжит кампанию искусственные люди. Теперь я могу все это пройти за... Нет, смысла нет. Если за ополчением... По сути, ведь сюжет не изменится от того, что мы... Ну, там концовка может быть изменится. Но я не думаю, в принципе, сюжет останется тот же. В общем, спасибо за просмотр. Это все. Мы будем дальше играть уже в мультиплеер Titanfall. Я не говорю, что прям сейчас будем играть. Попозже будут время от времени уходить забеги в мультиплеер. Надеюсь, они будут более удачными, чем синглплеер. Я имею в виду, по моим результатам я буду лучше играть. Посмотрим, как будет. В общем, спасибо за просмотр. Было приятно пройти игру. Ну, довольны... Ну, как игра, хорошо. Сюжет, ну, могли бы не делать. Честно говоря, я не знаю, зачем компанию вставили в эту игру. Она не нужна. Просто ей здесь места нет. Она не обучает ничему. Она совершенно никак не помогает. Могли бы сделать чистую мультиплеерную игру. Брать чуть поменьше денег. И все были довольны. Потому что я считаю, что ставить на игру обычный ценник, как для любого другого проекта, и при этом компания такая, ну, практически никакая, это плохо. Могли бы сделать чуть дешевле, но сказать, что да, игра чисто мультиплеерная, да, все здесь завязано на мультиплеере, компании одиночной нет, потому что мы ее не придумали. Лучше бы так сделали. Лучше бы сделали так, чем вот эти катсцены, какие-то маленькие, на маленьком экранчике сбоку, эти диалоги. Все это не нужно. Вот я считаю, что все это было не нужно. Лично мое мнение. Все это было не нужно, все это было ни к чему. Сделали бы чисто мультиплеерный шутер без какого-то огрызка компании. Может быть, компания планировалась до этого. Возможно, до этого, да, была действительно одиночная компания, задуманная. Но, не знаю. Может быть, и в последний момент склепали то, что получилось. Без понятия. В общем, спасибо за просмотр, ребят. Было, опять же, крайне приятно с вами пройти вот это. А дальше, блин, я не помню, что дальше. Ну, в принципе, новые игры дальше. Ничего не поменялось от этого. Watch Dogs у нас будет 27 марта. Да, я пройду в мае, извиняюсь, какого марта? 27 мая Watch Dogs. Если кто ждет. Ну, я думаю, вы все ждете. Один я тут спокойно отношусь. Типа, выйдет 27 марта? А, ну ладно. Не выйдет? А, ну вы пофиг. Если бы он не вышел, я бы вообще с места не извелся. Типа, ну не вышел, ладно. Но он выйдет, ребята. А разработчики уже обещали. Уже должен. И все дела. В общем, давайте, до следующего раза. Если кому-то будет интересно, что я прохожу дальше, ребята. Ну, новые игры. Какая там игра дальше идет новая, то и буду проходить. У меня план всегда четкий в этом плане. Я не так просто прохожу игру. А, типа, а мне сегодня захотелось пройти вот эту новую игру. То я пройду завтра. Нет. Выходит новая игра, я ее прохожу. Поэтому все крупные новые игры я буду проходить. Если кому-то интересно. В общем, спасибо за просмотр. И я пошел. Продолжение следует.